С помощью этой нейросети вы сможете бесплатно и безлимитно генерировать изображения, причем разных стилей и с высоким качеством и реалистичностью, которая не уступает самым популярным нейросетям, такие как Миджорны и Леонардо. Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я покажу нейросеть, которая способна полностью заменить все другие сервисы по генерации изображений, потому что она имеет бесплатный доступ, неограниченное количество генераций и главное, обладает высоким качеством и реалистичностью изображений. Но прежде чем я дам название этой нейросети, хотел сказать, что я для вас подготовил PDF-файл, в котором разместил огромнейшую подборку нейросетей для различных типов задач. Как его забрать, скажу во второй части этого видео. И эта нейросеть называется Focus, ссылка на нее будет в описании под видео. Если рассказать о ней вкратце, то для генерации изображений она использует ресурсы вашего компьютера, поэтому она является бесплатной и не имеет ограничений по количеству генераций. Создание изображений проходит в браузере, ну и также вы можете скачать его тебе на компьютер и запускать его уже непосредственно без захода на этот сайт. Итак, давайте приступим к созданию картинки. После того, когда мы зашли на этот сайт, наша задача найти кнопку Open in Collab. Вот мы нашли и теперь нажимаем на нее. Далее в открывшемся окне нажимаем на кнопку Play и ожидаем окончания загрузки этого сайта. Рекомендация использовать этот сайт при прямом подключении к компьютеру, потому что скорость загрузки этого сайта зависит от скорости вашего интернет-соединения. После окончания загрузки сайта у нас появляется ссылка, которая заканчивается на G-radio.live. Переходим на нее. После того, когда мы перешли на этот сайт, у нас есть возможность более детально настроить нашу будущую картинку. Для того, чтобы это сделать, нажимаем на кнопку Advanced и в правой части экрана у нас появляются вот такие вот настройки. Давайте вкратце я пробегу по каждой из них. Здесь у нас есть настройка стиля. Мы можем выбрать образ, в котором будет генерироваться наша картинка. Тут есть образ синематик, аниме, затем есть какой-то фантастический стиль. В общем, их очень здесь много, поэтому тот, который стиль вам нужен, тот и выбирайте. Но поскольку я буду выбирать максимально реалистичный образ нашей картинки будущей, я здесь пишу гиперреализм. Вот он. Выбираю его. Далее есть у нас здесь еще настройка модели. Я оставляю здесь все по умолчанию. Также есть другие параметры. Это, насколько я понимаю, резкость. Ну и насколько должна быть красочная картинка. Но обычно я их не трогаю. Как я здесь, так и оставляю. Переходим на первую настройку. И здесь у нас есть возможность выбрать пресет нашей картинки. Которую я, в принципе, буду выбирать. Вот этот реалистик. Чуть ниже у нас есть возможность сделать упор на качество, на скорость генерации, на экстремальную скорость генерации и на лайтинг. Что означает какой-то баланс между качеством и скоростью. Но поскольку я никуда не спешу, я выберу упор на качество. Чуть ниже у нас есть возможность выбрать формат изображения, которое мы хотим получить. Давайте выберем 17 на 14. Далее чуть ниже у нас есть возможность выбрать до 32 изображений. То есть мы можем сгенерировать за один раз до 32 штук. Ну, чтобы вы понимали, чем больше вы хотите получить изображения на выходе, то тем дольше они будут генерироваться. Поэтому ограничимся двумя. Чуть ниже мы можем выбрать формат изображения. По умолчанию я выбираю PNG. Чуть ниже вы можете вписать промт, который будет использоваться для того, чтобы нейросеть понимала, что не нужно изображать на этой картинке. По умолчанию я удалю вот это все, что здесь написано. И пускай будет рандомно. Ну и теперь давайте приступим к генерации нашей картинки в реалистичном стиле. Для этого я перехожу в чат GPT и переведу сейчас свой промт на английский язык. С использованием дополнительного промт, который более детально смог описать мою сцену, ту, которую я хочу видеть на своем изображении. Вот, мы написали вот такой вот промт. И теперь попросим, чтобы нейросеть его перевела на английский язык. Далее просим нейросеть, чтобы она описала примерно, как выглядит улица в трущобах. Давайте перейдем, что она здесь нам написала. Узкий переулок в трущобах кажется захламленным и тесным, застроенным самодельными домами и усыпанными разным мусором. Отлично. Теперь мы берем наш переведенный текст, добавляем наш промт по описанию наших трущоб. И копируем теперь все вот это и вставляем в нейросеть. И давайте, наверное, сгенерируем все-таки три картинки и нажимаем теперь Generate. Вот, нейросеть сгенерировал нашу картинку. Давайте посмотрим на готовый результат. Довольно-таки круто, круто. Мне нравится. В принципе, нравится. Если добавить еще резкости к картинке, то мы получим максимально реалистичный результат. Что думаете вы? Напишите в комментариях, насколько вам понравился готовый результат. Ну и также давайте покажу, как ее можно скачать и потом использовать на компьютере, без захода на сайт. Переходя на вот эту вот ссылку основную, чуть ниже у нас есть возможность скачать весь этот сервис. Для этого мы нажимаем клик Here to Download и скачивается наша вот эта нейросеть. Весит она порядка двух гигабайт. Скачался наш файл. Давайте теперь его разархивируем и откроем. После чего нажимаем на ярлык, который называется Run, запускаем его и ждем окончания прогрузки всей информации в этой консоли. Это займет определенное время, потому что на протяжении всего этого времени будет закачиваться информация, объем которой составляет порядка 6 гигабайт. После того, когда она вся загрузилась, зажимаем клавишу Ctrl и левой клавишей мышки нажимаем на вот эту вот ссылку. Далее открывается тот же самый сайт, только уже в локальном режиме. Нажимаем здесь Advanced и видим, в принципе, те же самые параметры, которые видели ранее. То есть, также можем задать стиль гиперреализма, добавить другие настройки, качество, скорости, генерации, разрешение сторон изображения, формат и другие настройки. В принципе, все то, что вы видели ранее. Ну что, друзья, вот такой вот получился обзор. Надеюсь, он для вас был информативен и полезен. А чтобы скачать PDF-файл с подборкой нейросетей, оставьте любой комментарий под этим видео. Ну и перейдите по ссылке, которая находится в самом конце, в описании этого ролика. Также, если интересна тематика нейросетей и как можно с помощью них заработать, то дайте знать. А у меня на этом все. Спасибо за просмотр и смотрите следующее мое видео. Спасибо за просмотр!